Смоленская АЭС Более 99% жителей Десногорска одобряют использование мирного атома. Открыта новая горячая линия психологической поддержки. На Смоленской АЭС в работе два энергоблока. Блок номер 2 находится на плановом среднем ремонте. Общая мощность составляет 2090 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 25 дней мая составила 1 миллиард 660 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Всего с начала года выработано более 8,6 миллиардов киловатт-часов. Сверхплана 136 миллионов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. 4 мая 1985 года второй энергоблок Смоленской АЭС был включен в единую энергосистему страны. 29 мая реактор вышел на уровень 70% энергетической мощности. 30 мая – юбилей второго энергоблока Смоленской АЭС. В этот день, 35 лет назад, государственная комиссия подписала акт о приеме энергоблока в эксплуатацию. 2 июля энергоблок достиг мощности 1 миллион киловатт-часов электроэнергии. Это была большая победа, а впереди стояла главнейшая задача – обеспечить безопасность и надежность работы энергоблока, которая определяется грамотной эксплуатацией и качественным ремонтом оборудования. И с этой задачей коллектив успешно справляется. 80,8% жителей Смоленской области одобряют использование мирного атома для обеспечения страны электроэнергией. В Десногорске этот показатель – 99,6%. Такие выводы представила исследовательская компания Elanencom по итогам социологического опроса. Результаты исследования показали, что 79,3% жителей региона поддерживают активное развитие атомной отрасли или ее сохранение на нынешнем уровне. В Десногорске уровень поддержки – 97,5%. Практически три четверти респондентов оценивают свое отношение к Смоленской АЭС как положительное. 68,6% опрошенных в области называют присутствие атомной станции социально-экономическим преимуществом для региона. С таким утверждением согласны 89,8% десногорцев. При этом 77,3%, что на 31% больше, чем в 2019 году, жители Десногорска уверены, что Смоленская АЭС определяет развитие города и финансирует основные проекты. С подробными данными, опросы и вопросами, задаваемыми респондентом, можно ознакомиться в свежем выпуске газеты «Смоленский атом». Открыта новая горячая линия психологической поддержки. Специалисты постараются помочь со всеми волнующими вопросами в сложившейся ситуации. Консультации оказывают высококвалифицированные психологи с многолетним опытом работы. Звоните по телефону 8 800 755 09 90, добавочный 27 27. Смоленская АЭС в рамках реализации программы комплектования кадрами специализированного резерва для замещения ключевых должностей АЭС приглашает на собеседование выпускников высших учебных заведений 2020 года по следующим техническим специальностям. Теплоэнергетика и теплотехника. Электроэнергетика и электротехника. Технологические машины и оборудование. Информатика и вычислительная техника. Прикладная информатика. Электроника и наноэлектроника. Электронные и оптикоэлектронные приборы и системы специального назначения. Резюме направлять на электронную почту, указанную на экране. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями и жизней станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте rosenergoatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok